Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли и вы на канале Битрайда. Сегодня я отвечу на несколько вопросов, которые задал мне подписчик в комментарии под одним из моих роликов. Вопросы мне показались интересными, что я вот хочу задать, ой, точнее ответить их публично для всех, потому что многим это будет, наверное, интересно. Итак, комментарий этот вместе с вопросами вы сейчас увидите на экране, можете поставить на паузу и прочитать суть вопроса, а я начну сверху вниз отвечать на эти вопросы. Итак, первый вопрос, грубо говоря, почему именно спорт как первый мотоцикл? Ну, тут все очень просто. Мне спорт всегда нравился. Когда я приехал в Германию, мне было как раз 18 лет, я спортивных мотоциклов тогда вообще не видел. В России их тогда особо-то и не было, в то время, в 2001 году это было. Так вот, когда я здесь увидел первый спортивный мотоцикл, вот этот весь экип спортивный, меня это как-то, ну, как-то захотелось, вот знаете, появилось желание, вот если когда-нибудь мотоцикл, то обязательно спорт. И вот как-то потом это все забылось, и вот когда я решил взять мотоцикл, и это все всплыло. Опять же, спорт я взял не потому, что я хочу там адски гонять, именно для быстрой езды, как многие берут, наваливать. Нет, я спорт взял не с целью наваливать. Ну, первая причина основная, это эстетическая. Мне нравятся спорты. Почему именно CBR 650 я взял? Потому что это внешний спорт, а посадка как у некида, грубо говоря. То есть это, грубо говоря, некид в пластике. То есть и удобно сидеть, и внешний как спорт выглядит. Плюс, еще очень важный нюанс, это экипировка. Экипировка на спорт, она имеет, как правило, максимальную защиту. То есть, если вы хотите максимально защитить себя, то вам действительно понадобится спортивная мотоэкипировка. Как правило, Харли, они, ну, сами знаете, вот типичный Харливод, это, как правило, налегке. Футболка, жилетка, удобная посадка, волосы назад, и, в общем, сами понимаете, защиты как таковой никакой. Конечно, есть там, можно купить кожаную куртку, там, ну, все равно не такая защита, как на спорт. Теперь, согласитесь, теперь вот сами подумайте, купить спортивный экип с максимальной защитой, если вам ваша безопасность дорога, и сесть на Харли, оно будет как-то, ну, немножко не смотреться. Поэтому тут надо взвешивать. Я вот для себя взвесил, для меня важна очень безопасность. Поэтому, грубо говоря, я и беру спорт. Я вам сейчас покажу просто свои штаны, например, спортивные эти, дайнезовские, и вы сами все увидите. Вот, допустим, это колено. То есть колено здесь очень мощная защита. То есть она даже без вот этой вот штуки очень мощная. Плюс голень вся защищена вот здесь, то есть на излом, то есть нет излома вот у голени. Плюс толстая кожа. Мне кажется, в этих штанах можно со второго этажа на колени прыгнуть, и коленям ничего не будет. То есть настолько она хорошая защита. Вот именно у этой экипировки, которую взял я, у нее класс защиты, я сейчас не помню, они там как-то по буквам, но я когда брал ее, класс защиты был на единичку, на один меньше максималки, так скажем. Ну, максималка это уже когда вот MotoGP там гонщики едут, у них там максимальное все, а это, ну, на один класс чуть меньше, так скажем. Но для бытового использования, ну, для улицы, для дорог более чем достаточно. Просто вот посмотрите даже какие-нибудь отрывки из MotoGP, там я на ютубе дофига таких находил. Едет, упал на скорости там на бешеный, тут же встал, поднял мотоцикл, прыгнул и дальше поехал. Гонка продолжается. То есть, вы представляете, как должна отработать защита, чтобы вот такому быть? Конечно, от фронтального удара с фурой вас никакая экипировка не спасет, если там будете лететь на скорости. Ну, да ладно. Поэтому вот, я говорю, для меня был очень важный аспект, это безопасность. Поэтому я выбрал спорт. Далее. Почему не naked? Naked, знаете, я когда попробовал прокатиться с товарищем вторым номером на Naked, это был триумф, и мне не понравилось вообще. Потому что я даже вторым номером испытывал дискомфорт от того, что ветер был очень сильный. То есть, ветрозащиты никакой. Я вот в автошколе тоже учусь на Naked, это Suzuki Gladius 650, тоже ветрозащиты никакой. Вот когда были покатухи у нас по автобану, то, скажем, до 100 километров еще как-то терпимо можно ехать, наслаждаться поездкой. А вот 120-130 там уже начинает срывать голову. И удовольствия от езды вообще никакой. То есть, ты думаешь, скорее бы приехать, скорее бы это кончилось. Поэтому Naked, как бы я для себя отмел, это бесполезно. Для меня, по крайней мере. Дальше, что у нас тут? Сколько стоит, да? Сколько стоит мой спортбайк? Сибирь 650R. Но у него новая цена, без всяких там допов. 9100 или 9300, я сейчас не помню, в евро. Ну, я как брал его как на фирму, поэтому мне там 19% меньше было. Плюс, как новичку скидка. В общем, мне он обошелся 7 с копейками новый. В принципе, цена очень, так скажем, гуманная для этого мотоцикла. Учитывая, что он свеженький, новый, модель 2019 года. Так что, там, нормальная цена. Человек просто предположил, что это 10-15 кусков. Нет, это в два раза меньше. Так. Ну, вот, собственно, в принципе, это были основные вопросы этого человека. Надеюсь, я на них ответил. Да. Ну, а с вами был Вилли на канале Битрайдер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну, в общем, все как обычно, ребят. Я знаю, что многих из вас, некоторых из вас, людей бесят, когда люди просят там поставить лайк или комментарий. Ну, я считаю это не зашкварным попросить за свой труд хотя бы лайк. Я не прошу ни у кого денег, но попросить лайк или там подписку для меня не зашкварно. А если вы считаете, что мой труд этого не стоит, ну, тогда просто не смотрите мои ролики. И как-то так. Просто была такая дискуссия с одним человеком. Это было в ВК, там, в одной из групп. Ну, что человек прям высказался его, что бесит прям, когда вот блогер просит там поставить лайк или подписаться. Он прям отписывается от таких людей адски. То есть, когда человек просит за свою работу хотя бы поставить лайк, ну, это минимум, что вы можете сделать, в принципе. Ладно, ребята, это дело добровольное, конечно. Давайте еще раз всем пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok